Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель. Смотрите сейчас. Наказать нельзя, предупредить. Госавтоинспекторы расставили знаки в припинании на дорогах города. Мы заинтересованы сами в безопасном движении. Кто нарушил ПДД? Чтобы не было беды, в стране завершилась республиканская акция. В квартирах это особенно важно. Кому напомнили правила пользования газом в быту? Осенний уикенд синоптики прогнозируют комфортные выходные. Тепло и солнечно – девиз предстоящего воскресенья. Будут ли дожди? А также семейный капитал, Олимпиада по финансовой грамотности и приостановка рейсов. Куда не полетят самолеты? Под контролем мототранспорт. Профилактическая акция по предупреждению ДТП с участием водителей двухколесного транспорта проходит в Могилевской области. Сотрудники ГАИ проинспектировали улицы города. Итоги рейды в нашем следующем сюжете. Конец рабочего дня. На дорогах час спик. Под пристальным вниманием госавтоинспектора водителей мотоциклов. На Парковой останавливают владельца скутера. Документы, техосмотр, страховка. Все в порядке. Правильно ездить надо. И знать правила. Ну а кроме там поддерживать транспортное средство, техническое право состояние. В исправном состоянии техосмотр проходим, страховки платим. Все как положено. Двигаемся по Октябрьской. На светофоре инспекторы замечают мотоциклиста. Просят остановиться. Железный конь, как говорится, во всеоружии. Ближний свет фар горит, спидометр работает, скорость водитель не превышает. Нарушать правила дорожного движения, конечно, не нарушаем. Потому что мы заинтересованы сами в безопасном движении. Задачи акции подчеркивают инспекторы ГАИ. Не наказать рублем, а предупредить ДТП. Между тем, за вождение бесправ штраф до 540 рублей. Для управления мотоциклом либо скутером требуется наличие водительства. Удостоверение соответствующей категории. Также мотоцикл либо мобед должен быть зарегистрирован в установленном порядке в МРЭО. Погода за окном сухая, солнечное. Желание прокатиться с ветерком у байкеров хоть отбавляй. Однако чрезмерная страсть к адреналину зачастую приводит к неисправимым последствиям. Всего за 8 месяцев 2020 на территорию города было зарегистрировано 3 ДТП с участием мототранспорта, в которых 1 человек погиб и 3 получили ранения. Каждый участник рейда напоследок услышал счастливого пути и получил памятку с правилами ПДД. Мониторинг на дорогах, напомню, продлится до 14 сентября. Максим Кембель, Максим Галюнг, Абабруйск, 360. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП. Инцидент случился 4 сентября. Все произошло в полдвенадцатого на основке площадь Ленина. Дорожно-транспортно пострадал пенсионер, он же пассажир 33-го автобуса. Гражданам, которым известно обстоятельство происшествия, просьба позовить по телефонам, которые вы видите на экранах. Семейный капитал, финансовая олимпиада и приостановка рейсов. Самолеты не полетят в Будапешт и Россию. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Почти 87 тысяч многодетных открыли счета по программе семейного капитала. При рождении или усыновлении третьего или последующих малышей родители получают от государства матпомощь. Теперь семейный капитал составляет 22,5 тысячи и будет ежегодно индексироваться. Им можно оплатить услуги образования, здравоохранения, улучшить жилищные условия или направить на формирование дополнительной пенсии матери. Белавиа приостановит рейс в Будапешт с 18 сентября по 24 октября. Полеты во все пункты России также приостановлены до 30 сентября. В Воронеж, Казань, Нижний Новгород до 24 октября. Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021. В Беларуси запустят производство продуктов для людей больных фенилкетонурией. Это редкое генетическое заболевание. Будут выпускать каши быстрого приготовления, макароны, смеси для выпечки и картофельное пюре, молочные продукты с пониженным содержанием белка. Цена отечественных продуктов будет в два раза ниже, чем на импортные аналоги. Первый этап Олимпиады по финансовой грамотности начнется уже в сентябре. К участию приглашают учащихся от 10-11 классов. Задания будут включать вопросы в виде тестов с вариантами ответов по темам. Личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги и не только. Олимпиада пройдет в четыре этапа. В стороне от коронавируса выздоровели свыше 72 тысяч пациентов. Более 73 тысяч человек зафиксированы с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории провели без малого 1 миллион 630 тысяч тестов. Минздрав в Беларуси обновил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19. Из списка исключен Узбекистан. Теперь после возвращения из этого государства не потребуется двухнедельная самоизоляция. В то же время на 14-дневный карантин обязаны будут уходить граждане, которые приехали к нам из Испании, Черногории, Израиля, Андорры и Мальты. Более подробный список стран, по возвращении с которых необходима самоизоляция, можно найти на сайте Минздрава. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобрусь в 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране завершилась акция «Единый день безопасности». К службам присоединился и Бобрусь газ. Во время республиканского движения специалисты провели беседы с жильцами, напомнили правила пользования газом в быту, раздали наглядные листовки. На контроле многоквартирные дома на горелика. Здесь проверили газопроводы, счетчики и плиты. В квартирах это особенно важно, потому что живешь не только ты, живут твои соседи рядом с тобой. И от безопасности использования газоиспользующего оборудования зависит не только твоя безопасность, но и от твоих соседей, твоих друзей, знакомых и также твоих близких. Поэтому, насколько мы проинформированы, о безопасном пользовании газом в быту зависит также наше благополучие. Специалисты напоминают, если вы почувствовали запах газа, перекройте кран на газоиспользующем оборудовании, откройте окна, покиньте помещение и позвоните по телефону 104. Светит, но не греет. Пятница выдалась по-настоящему осенней. Город купался в лучах солнца, однако воздух прогрелся лишь до 17 градусов. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. Выходные порадуют солнцем и осенним теплом. В субботу будет без осадков. Днем воздух прогреется до 17-23 тепла. Ночью температура опустится до 5-10 градусов с плюсом. Поддует слабый южный ветер. Тепло и солнечно – девиз предстоящего воскресенья. Воздух прогреется до 26 тепла. Можно смело отправляться на тихую охоту. Сезон сбора грибов в самом разгаре. На западном побережье США не утихают лесные пожары. Число жертв в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон возросло до 23 человек. В последнем, где бушуют около 100 крупных возгораний, свои дома покинули более 500 тысяч человек. В Калифорнии пожарные ищут 16 без вести пропавших. Итальянский остров Сардиния тонет в дождях. Из-за стихии повалены деревья, затоплены целые кварталы, затруднено движение транспорта. Многие автомобили застряли на ушедших под воду дорогах. За несколько часов в ряде районов обрушилась месячная норма осадков. Ненастная погода, заявили специалисты, вызвана циклоном в Западном Средиземноморье. В субботу в Бобруйске будет ясная сухая погода. Временами солнце спрячут облака. Приятный легкий ветер будет дуть с южного направления. Температура днем составит плюс 19, ночью до 13 градусов тепла. В воскресенье сохранится солнечная погода. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. В светлое время суток воздух прогреется до 21. С наступлением темноты шкала термометра покажет 13 выше нуля. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!